Так, 10 июня, шестой день голодания. Эдуард сообщает, в 0 часов 30 минут тянущая боль в большом пальце правой стопы, затем всей стопы, плюс тянущий дискомфорт в пальцах левой стопы, потом и всему телу, длилась около полутора часов. То есть, видите, вроде и ноги стали нормальными, люди и всё. А вот какие-то там остаточные явления, которые должны уйти. Не так-то всё просто. Болезнь можно просто притаиться, особенно если это паразитическая болезнь. Она вот, как бы сказать, отбросит тут вам, покажет, что вроде как ушла, а на самом деле затаится, а потом опять возьмёт своё. Так, выпил урины в среднюю часть, около 150 грамм. На вкус слегка кисленькая, приятная. И дальше пошло что-то такое. Что он там делает? Вес 67, 900 грамм, минус 300 грамм за ночь. Это нормально. Что вот к этому времени, как правило, шестой день, там седьмой, изо рта и подмышками стало, кажется, немного вонять. Язык будто в оскомине. Сил становится всё меньше, голова ясная. Это хорошо. Голова должна быть ясная, чтобы вы понимали, что делать. А для этого надо делать клизмы. Значит, помогать себе контрастными водными процедурами, для того, чтобы была энергия. То есть мы очищаемся и насыщаем энергией. Что такое вот эта вот вонь? Из-под мышек вонь и вообще тело. Это говорит о том, что начинается на клеточном уровне во всём организме вот это всё отходить потихонечку. То есть создаются условия, которые нам показывают, что начинается отторжение всего вот такого, знаете, вот ненужного, вредного, лишнего, патогенного. Это, как правило, выражается в том, что от человека начинает вонять. Клизму сделал. 15-42 литра воды плюс 2 столовые ложки соли. Вышло, как обычно, много чёрных сгустков. И водоросли толстые, приблизительно 25 сантиметров. Кроме них было 4 медузы стекловидного цвета с желтоватым оттенком. Улетают, не успевают сфотографировать визуально, их провожая взглядом. То есть листья такая, что она попала в унитаз, она сразу же, как бы сказать, по ходу воды перетекает, смывается. Делаю ещё вибрационный ряд. Слизь продолжает отходить, самочувствие к ночи хорошее. В теле слабость, голова ясная, спину ломит, видеомышцы идут на расслабление, а позвоночный столб заваливается. Ну, это так всегда в основном бывает, с крестцом, с поясницей. Ну что, мы видим 10 июля, язык в 8.30 и в 23 часа. Ну, с утра он вообще, вообще, смотрите, как будто мы его покрасили. Только, только что человек ел сметану. Вот это как раз не только слизь, но и лично я считаю, что это и молочница. То есть, начинается отторжение. Вот эта вот слизь, особенно вот эти тёмные куски, она образует нечто такое, общее, с стенкой кишечника. И её довольно-таки трудно отмыть. Но на голоде создаются условия. Тем более, наш кишечник, стенка кишечника, обновляется. Она обновляется изнутри наружу, то есть в полость кишечника. Вот, и вместе, так сказать, с этим обновлением, вот эта вся бэка-кака отходит. И мы видим, какие наросты на стенках кишечника. Ну что, стопы отличные. В 22 часа отличные. Вот этой крупным планом. Правая и левая. Посмотрим на левую. Левая была поражена больше. Что я могу сказать? Практически здоровая стопа. За исключением, вот, ногтя на среднем пальце и на втором пальце от большого. Ноготь сходит потихонечку. А кожа, кожа великолепная. Этого-то мы и добились. Что ему пишут? Десято. Интересные детали. Главное, заинтересовали. Где интерес, там и энергия. То есть, то, что вот во сне заинтересовало. Вот с этим человеком, это, как правило, интерес, это уже, любой интерес, это уже связь с тем или иным предметом, с тем или иным человеком и так далее. По нему уже утекает энергия. Так вот, для того, чтобы это не утекало никуда, вот эту вот связь мы как раз только раз и разрываем. То есть, как только вас, вам показывают во сне, что вас что-то заинтересовало, это говорит о том, что именно вот идет такой интересный отток энергии. Ваш интерес к тому или иному явлению, это ваша энергия направлена на это. Естественно, ее зачем отдавать? Важно ее сохранить для себя, поэтому отрубайте. Это вопрос, я пишу Эдуарду. Сколько вы держите, все по силам, рисуйте тяжи, где и как они идут. Простенький рисунок, он многое расскажет, как тяж, так и рисунок, его траектории в организме. То есть, сколько голодать? Пока голодаем. Со стопами все нормально, я отвечаю. На последних фотах вообще хорошо. Эдуард пишет, да, со стопами вроде бы все налажится. Мне сейчас даже больше горло беспокоит, держится до сих пор, крепко прицепилась. Вот именно вот там, так как все это началось с детского времени, и тем более вот это, помните, сообщалось о том, что гноеродная инфекция была, а именно были какие-то фрункулы, нарывы. Это все с того времени просто-напросто, она вот знаете, думаем, что она прошла. Но нет, она вот как раз превращалась в тяжи, прорастала, где бы удобно в организме зацепиться. Эдуард пишет, 11 июля. Значит, седьмой день идет голода. Перед сном было ощущение своего организма, как будто нет никакого голодания. Я сыт и полон сил. Посредине груди, строго вертикально по линии, тяжесть давит. Час-десять стала ломить и тянуть обе стопы одновременно. Но вскоре я понял, что это высокочастотные вибрации пошли, и они вызывают это чувство. Стал наблюдать. Вибрации от стоп стали подниматься вверх до колен и остановились. Затем пошли вибрации от кистей рук до плеч. Потом вибрации ровно посередине груди, вертикально по линии. И дальше уже все тело стало вибрировать. Но дискомфорт тянущий был в ногах, руках и груди. Не дает заснуть, не знаешь, куда положить руки и ноги. Через полтора часа дискомфорт ушел, я заснул. Вибрация продолжалась всю ночь до самого утра. Кстати, вот эти вот вибрации, это говорит о том, что у человека возрастает энергетика. Энергетика, тело как бы гудит. И она начинает, естественно, работу по налаживанию, в первую очередь, в тонких телах порядка на ведение. А дальше уже все это будет проявляться и на физическом теле. Эдуард продолжает мысль. Думаю, что вибрация это оздоровительный процесс в проблемных вестах. Да, так она и есть, я тоже так думал. 2,45, выпил 200 грамм урины, на вкус кисленько, приятно. 9,30, горло, урина, волосы, так и далее. Вес 67,300, минус 600 грамм за сутки. Утром в теле сильная слабость, подстал резче, воняет жена, обратила внимание. Для этого как раз резче, это говорит о том, что начинают рассасываться соли, шлаки, выходить вот желчные шлаки. Особенно, когда выходят желчные шлаки, то они вот резко пахнут. То есть, начинается глубинное очищение организма, которое проявляется вот через вот такую вот вонь. Здесь, значит, что надо клизмы делать, ну, раза два-три в день. Использовать, значит, контрастный душ, тоже несколько раз для того, чтобы можно было все это смывать. В течение дня энергия выросла в разы, как после чистки печени. Как будто и не голодаю, к вечеру устал, сделал много физической работы. Бывает так, что, знаете, начало энергии тратится на то, чтобы навести там порядок в организме. А потом, как бы сказать, вот какой-то этап сделан, ну, допустим, вот за эти шесть дней, семь дней, сделана определенная работа. И для того, чтобы подготовиться к следующему, более глубинному этапу, энергия пока не тратится, она как бы накопилась. И должна накопиться вообще-то больше, чтобы следующий пласт вывернуть. Вот, и это проявляется в том, что человек чувствует энергетику, силы и думает, о, как хорошо. Но потом это все пойдет на то, чтобы вот эту более глубинную, более мощную патологию выворачивать из организма, энергия потратится, и человек будет обессиленный. 20-30 клизма, как обычно, 2 литра с двумя столовыми ложками соли. На чем используется соль? Соль используется для того, чтобы вода не всасывалась в толстом кишечнике, а наоборот, за счет растворенной соли создался осмос. И в воду начали поступать из стенки кишечника, вот различные вот это вот бяка-кака, пошел обратный процесс. Не в кишку всасывалась, не в стенку кишечника всасывалась, а наоборот, из окружающих вот этой тканей через стенку кишечника выходила. Для этого используется соль, чтобы вы понимали, много ее не должно быть, а вот такое как раз количество, 2 столовые ложки на 2 литра воды, то что самое. Что вышло? Первая часть лохмотья белой слизи, 2 штуки в начале, затем стекло видно, вторая часть небольшие загрузки черной слизи, черные водоросли немного, и в основном фрагменты черной слизи. Черной слизи меньше, чем вчера. Третья часть медузы желтоватого цвета в конце, так смазал стопы и попов дегтем в 22.00, в 23.00 вибрационный ряд. Итог, седьмого дня голодания. Практически весь день энергия просто перла из меня, черная слизи вышла, несколько меньше, самочувствие хорошее, спина расслабляется, болит мышцы, не держит осанку. Ну, тонуса нету, нету тонуса все-таки, видите, вот какая-то энергия есть там вроде, а вот энергии, поддерживающие энергетический каркас, вот ее-то стало меньше. Надо ли мне продолжать смазывать стопы, солевая ванночка и попов дегтем? И пишет, не пойму, я прошел ацетический кризис или нет? Ацетический кризис тогда человек прошел, когда от него ацетоном запахнет. Вот не было, не было, а потом только хоп, и начало пахнуть ацетоном. Вот это говорит о том, что вот как раз ацетический кризис прошел, а пока что нет. Особенно на первых голоданиях, вот не надо думать, что все так быстро там идет. Нет, это процесс не такой уж быстрый. Вот он рисунок. Тяжесть давит, дискомфорт мешает дышать на 100%. Вот здесь вот. Кстати, а вот здесь вот, вот на этом рисунке, здесь-то у нас имеются лимфатические протоки. И, скорее всего, эти лимфатические протоки были забиты, почему и налаживается, тут один из мощных таких лимфатических протоков, значит, налаживается его работа, и это вот выражается вот в таких ощущениях. Ну, это я так думал. Вот там кто его знает? Я ему пишу, как ацетоном запахнет, жена скажет, лучше спать одному, чтобы близких энергетически не обсасывать, с дегтем конец, то есть все. Когда вы начинаете голодать, и тем более вот у вас идут уже седьмые сутки, да даже на вторых уже сутках, вы начинаете вампирить. Это естественное состояние организма, когда он недополучает энергии, он ее начинает отсасывать буквально-таки отовсюду. И поэтому, если вы спите в одной кровати с супругой, вы, естественно, отсосете от нее энергию. То есть вот у супруги, допустим, 100% энергии, у вас 50% энергии, вы ложитесь спать, и за ночь у вас сравняется. 75% энергии будет у вас, и 75% у нее. То есть будете отсасывать до тех пор, пока вот эти энергетические ваши потенциалы не сравняются. Поэтому на голоде я рекомендую, чтобы этого феномена не было, спать отдельно. Ага, 11 июля, на седьмой день голодания, приснился сон. Во сне пришла мысль, вопрос, что же все-таки было в том пакете, из которого я кушал прошлой ночью. Тут же появляется целлофановый пакетик, я его разворачиваю, и вижу одну штучку чернослива. По-моему, я ее пожевал и съел на вкус, точно чернослив, как моя моча сейчас кисленький. Ну, и сразу же ей покажут. Это очень интересное явление. То есть на голой, конечно, да, я ему говорю, лимфатический ток грудной открывается. Вот это насчет рисунка. Сны это хорошо, это все у нас 11 июля. Что тут язык белый, утром белый, вечером он, значит, не такой белый. Я ему пишу, через верх повалило все. Это, судя по языку, и грибок, и шлаки. Да, особенно посмотрите на язык, вот, тут он вообще белый. И грибок, и шлаки, все повалило через верх. Есть такое очищение в организме. После клизмы, вот, можете посмотреть самостоятельно, внимательно. Вот это вот отходящее, видите, какая-то накипь, вот эта слизь, вот эта вот, знаете, кисель какой-то. Все это, все это медузообразная ерунда. И смотря на это, что надо делать? Надо радоваться, что вот это, если вы, допустим, отголодали 5 дней, у вас вот эта вот вся бяка-кака, которая вышла на седьмой день, осталась бы. И что, вы здоровым бы себя чувствовали, вот с таким вот, с такой обузой, под конец медуза. Медуза, вот она, вот она медуза, видите, какая, то есть слизистообразование. Вот это слизистообразование напрямую, сидя у нас там в печени или в кишечнике, посасывает все, что мы с вами съели вкусненько. А потом, поглотив вкусненько, написав и накаков, уже дальше, что там кушать осталось, по остаточному принципу. То есть паразиты, ну вот видео, видите, что тут такое выходит. Паразиты кормят нас по остаточному принципу. Сначала они используют все вкусное, полезное, что мы съели, а потом то, что им не надо, они уже отдают нам. Мол, ну, так уж и быть, а это, а это вы, покушайте. Это все у нас 11 июля идет. В самом конце, пишет Эдуард, вышло слизисто, как одно образование рыжего цвета. Но это, в принципе, как обычно, такое было уже не раз. Ну вот, медуза. Я ему пишу, можете мне что-то такое необычное показывать. Стопы ног 11 утра, да, стопы уже великолепные. Я ему говорю, вот та слизь и плодится в нутрях, особенно в печени. Я ему пишу, а не попарить ли ноги в содовой воде? Как жена относится к голоду? Он пишет, я не против, думаю, стоит попробовать, будем парить, пробуем. А жена напряжена, но пока вроде держится. Я улыбаюсь, повода стараюсь не давать. Она-то думала, что я буду лежать и умирать от голода. А видит, что-то не происходит. Вроде не умираю, живой и двигаюсь. Но люди, незнакомые с голоданием, они сами пугаются, вас будут пугать. И у них в голове все, что угодно. Они думают, что голод, это вот действительно человек лег, начинает умирать, лежит. Нет, это довольно-таки интересный период жизни, во время которого человек возрождает себя, если все делает правильно. Вот он пишет 11, вот это сегодня в конце вышло. Ну, медуза, вот она медуза. Медуза медузовская. Вот важно от этого избавиться. И вот смотрите, вчера в конце вышло еще. Вот они какие тут вышли, я тут их рассматриваю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, сколько всего. И что я хочу сказать, вот смотрите, сколько мы использовали противопаразитальных средств. И да, кое-что вышло. И много вышло. Но оказывается, еще примерно столько же, если не больше, осталось. И то, как голод, без использования каких-то там средств, сам начинает работать. И выковыривает это все. Можно даже так сказать, если вы не хотите, как бы сказать, протравливать свой организм и так далее. Действительно, настройтесь на голодание. И голод все сделает. Его надо только правильно провести. Я ему пишу, вот такая дрянь будет выходить и выходить. Контрастные души и чтение записок голодающего час первого для мотивации. То есть, я написал свой опыт, когда голодал 40 суток, в виде книги художественной. И вот я как раз ему рекомендую это все читать. Для того, чтобы мотивировать себя продолжать голодание. Для того, чтобы в силы были контрастные души. Говорит о том, что вот эта вот дрянь будет выходить и выходить. Медузы эти. Эдуард пишет, завтра начинаю делать содовые ванночки. Ванночки, это на ноги. Он говорит, что практически все показывал. И теперь от 12 июля 2020 года. Вот что он пишет. Сон первый. Ищу что-то, чтобы вылечить горло рынок. То есть, на рынке он ищет некое средство для того, чтобы вылечить горло. В торговой палатке старуха бросает мне пакет с каким-то сухими плодами. И говорит грубо, вот тебе от горла. Я смотрю на пакет, но покупать у нее не стал. Не понравилась она мне. Грубая, темная, лица не видно. Идет негатив. Ушел. Конец. Сон 2. На голоде, кстати, один сон за другим. Снится, да такие яркие бывают. Итак, сон 2. Комната в общежитии. Народ. Лица мелькают, как проходной двор. Девушки, парни. Пришел знакомый М. Места мало. Легли с ним на одну кровать. Но заснуть так и не дали. Потом пришел знакомый У. И увидел у меня в пакете две пары абсолютно новых, одинаковых кет. Спортивная обувь черного цвета с белой подушкой. Мне их подарил брат по отцу. И говорит, меня как раз нет обуви. Я предложил ему померить. Он стал натягивать правую. Она ему не налазит. Он все равно пихает, в итоге рвет в области большого пальца, правой стопы. Я говорю, ну вот считай, что купил. Деньги отдай и забирай их. В итоге денег я не увидел, а кеды он забрал и ушел. Я взял вторую пару, посмотрел на размер и говорю, так вот же были кеды с большим размером. Они остались у меня, а размер мой. Снится сельский клуб в моем родном поселке. Соселки, праздник, много народа. Все танцуют веселятся и наблюдают со стороны. Столы с едой, различные мясные надъездки, тортики и конфеты. Я это кушаю вместе со всеми. Особо в контакт ни с кем не выступаю. В конце сложил с собой в пакетик остатки еды, нарезку, тортики и конфеты. Встретил знакомого, он протягивает мне руку, поздоровались. А я не могу достать руку, так как указательный палец правой руки застрял в намотанном на него белом пакете. Он говорит, это как чека в гранате. Потянул и уже палец не достать. В итоге я палец все-таки достал, но с ним так и не поздоровался. Конец. Почитаем, что я на это ответил. С продолжением голодания будет все больше и больше снов. Про сны сказать, сны конечно не простые, все что-то показывает, вот эта вся эта кутерьма. Все говорит о неких связи, которые человека энергетически раздербанивают. Надо с ними разделаться, надо их проработать, чтобы они потом не беспокоили. От Эдуарда пишет, это 12 июля. Я безмерно вам благодарен за то, что вы научили и объяснили мне, как обрывать энергетические эмоциональные жгуты. Как же много они забирают энергии, так мне необходимо. Мне и в голову такое не пришло бы. Так вот, с женой не могу пока оборвать этот жгут, крепко завязано. Вот такая вещь. Эдуард спрашивает. Забываю все спросить. А при обрыве энергетического жгута другая сторона что-то чувствует или нет? Да, другая сторона чувствует. В некоторых случаях, если человек сильно подсел на вашу энергетику, знаете так, хорошенько питается, обрыв шнура может настолько обесточить его на какое-то время, вот на первые моменты, что это может выразиться в том, что он как в обморок упадает. А потом он приходит в себя и более-менее нормально. А в некоторых случаях может и пройти как-то это незаметно. Но в основном, я говорю, если человек подсел на вашу энергетику, плотно и так, хорошенько и так потребляет, этот обрыв будет выражаться вот в том, особенно, я знаю, пожилые люди привязаны были к внукам, и когда обрывали вот эту вот связь, то есть от дедушек, от бабушек, они буквально чуть ли сознание не теряли в первый момент. А потом ничего, и не поймут, а что ж такое с ними произошло? А потом раз-раз очухаются и пошли. Вот такая вот вещь бывает. Так, у нас всё 12 июля идёт. Восьмой день голодания. В 3.50 выпил урину 200 грамм. Ночью спал хорошо, ничего не беспокоило. Всю ночь до утра высокие вибрации по всему телу, особенно ощутимы в ногах, но без тянущего дискомфорта. Впервые. То есть проработалась вот эти тяжи, значит проработались. Это хорошо. И вот эта вот вибрация, это говорит действительно возросшей энергетике тонких тел. Если же, вот запомните такую вещь, я с вами делюсь, вы упарите урину, её надо упарить заранее до 1 четвёртой, и во время голода будете натирать своё тело, вы будете получать неимоверное количество энергии, тело действительно будет гудеть, особенно вечером, как, знаете, телефонные вот эти вот провода, высокие такие вибрации. Вот. И энергии будет море. У вас не будет сердцебиений, у вас не будет тахрокардии на голоде. У вас всё будет в норме. Это очень интересная такая вещь. Я с вами вот таким вот делюсь. Может даже не обязательно всё тело натирать, а, допустим, откуда достанете? Ноги до ягодиц натирать, руки до плеч натирать, а потом можно всё это там, допустим, мыли, да и вся недолгая. В 9 часов выпил урину 150 грамм, утро в теле слабости меньше, энергии чуть больше обычного. В 12 часов горло без изменений, краснота с обоих сторон. Гноник слева, право миндально-пелёсово цвета гной, небо гной заметно уменьшился. Вот что нас особо и беспокоит. Вот эти в ротовой полости миндалины и гной. Так, энергии сегодня поменьше, чем вчера. После клизмы чёрных водорослей было мало. В основном фрагменты и лохмотья. В конце, как обычно, сгустки слизи с желтоватым оттенком. Видите, всё выходит. 12-го. И язык, ой-ой-ой, утром и вечером. Утром он вообще облужен, облужен, облужен. Это вот что-то начало выходить. 12-го июня вот это вот. Ну-ка сейчас посмотрим покрупнее. Вот это вот может быть уже разлагающийся глист. Вот этот вот. Так, что тут это? Ага, а у нас это. О, какая, 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 какая выходит. Зрелище не для слабонервных. Стопы ног отличные. Вышла медуза, медуза, медуза. Я медуза, я медуза, я медуза. Вот эта вот медуза, вроде как безобидненькая. А она-то посасывает медузами. Так вот эта медуза может прорасти и начинать делать для себя тело. То есть вот так вот возникает и опухоль. Так, я ему ответил, что при обрыве противоположную сторону может хорошенько шарахнуть. Но я до этого уже объяснил. Особенно если по каналу идет сильный энергоотбор. Тринадцатого. Так, доброго здоровьица, девятый день. 4.30 выпил урину, спал хорошо, ничего не беспокоило. Кроме кратковременной боли в печени. О, как только где-то у нас возникает боль или какой-то дискомфорт. Это говорит о том, что там идет работа. Именно в данный момент. Тонкие вибрации всю ночь по всему телу равномерно, ничего не выделяя отдельно. Тянущего дискомфорта нигде нет. С утра энергии очень мало слабость. В 13 часов кратковременная небольшая боль, чуть выше пупка и в области орудий посредине. Значит там пошла работа. Чуть выше пупка, там скорее всего какие-нибудь паразиты начали отходить. То есть вот допустим они прикрепляются и посасывают. Потом только раз, если создались условия, паразит открепился, ранка, естественно, через которую он сосал. Вот эта ранка себя проявляет или это открепление проявляет себя в виде боли. А потом она раз-раз-раз быстренько зарубсывалась и все. Я лично это так расцениваю. Мое мнение. Так, стекловидная слизь. 2 час фрагменты лохмотки черной слизи. Золотистая слизь. Толстые ниты черных водорослей. Толстые ниты черных водорослей 15 сантиметров плюс фрагменты. Кстати, сейчас мы посмотрим, что это за черные водоросли 15-30 сантиметров. Я тогда уже скажу, что это может быть. К язык утром и вечером 13-го смотрим. Ага, после клизмы. Ну-ка, мы посмотрим. После клизмы вот какая-то более плотная слизь. Вот она уже тут. Более плотная слизь. Как бы сказать, плодовое тело. Плодовое тело этой бяки-каки. А вот она уже, видите, как последний выброс, он уже вот такой вот явно указывает, что это такое. Вот она сгустки, разрушающиеся этой слизи, опухоли, медузы и так далее. Для этого должны были создаться условия. Опять-таки, вот я вам все говорю. Это какой там день, девятый день идет голодание. Что? Вот за 8 дней отошла там слизь и прочее, прочее. И можно было заканчивать. А нет, потому что там еще остается огромное количество. И именно, допустим, вот сама, можно так сказать, матка, которая отбросит свои там щупальца, она остается. И потом все это, когда вы прекращаете, она опять отрастает. Поэтому тут, если начали, надо уж голодать. И я как раз Эдуарда настраивал на то, что раз выходит вот эта вот бяка-кака, надо продолжать. Ну что, стопы, ног, нормально. Значит, я спрашиваю, одним словом, работаем. Ненапряжно голодать. Он отвечает, немного подустал, но больше психологически, чем физически. Обстановка не та. Если бы я был один, то сделал бы все до конца. Вы понимаете, о чем я? Новые мечты, мечты. Очень важный микроклимат, обстановка вокруг тебя. И вот я дальше настраиваю на голодание. Что человек вроде психологически уже устал, но я-то вижу, что из него выходит. Можно так сказать, что мы только начали добираться до того, что там имеется. Вот эта самая заразная зараза. Паразитный паразит. То есть до самых-самых, так сказать, корней мы добрались. Их надо выковырнуть. А человек уже устал, он уже не хочет. И поэтому я ему говорю, вот спрашиваю, как обстановка, что там. И ободряю. Вот тогда еще 2-3 дня и можно выходить. Что, мол, это очень хорошая работа проделана. То есть ободряю человека. Я ему не говорю на то, что, знаешь, надо еще продержаться бы недельку, чтобы все это там вышло. А человек, ой, как мне тяжело еще недельку, я не смогу и так далее. Надо ободрить. Ободрить. Да, там еще, допустим, 2-3 денечка и будем выходить. Подбодрить тем, что смотри, какая хорошая работа проделана. Сколько много бяки, как и вышли. Насколько ты стал здоровенький. Ты молодец, отбодрять, чтобы человека направить, смотивировать, ободрить. Эдуард пишет, Петрович, чуть позже вам хотел сообщить, но раз уже разговор зашел, мыслях так или интуитивно планирую выход 16-го в четверг. Есть некоторые вопросы по выходу, завтра изложу. То есть человек уже начинает сдаваться. И еще разок я хочу говорить. Человек думает, а, что там голодать? Я сейчас начну голодать. Прежде всего, психологически ломается. Ломается психологически. И надо его настроить на то, чтобы он продолжал. Особенно, когда вы сами понимаете, что это и к чему это. И надо его, как бы сказать, протащить человека через вот эти сомнения, через эти слабости. Вселить уверенность. Вот-вот протащить, протащить, протащить. Иначе вот эта бяка как останется. И все это голодание пойдет на смарку, если его дальше не закрепить. Если его дальше не повторить. Вся эта медуза опять размножится, и как ни в чем не бывало. Я ему пишу. А пока почитайте в книге о выходе. Ну, пускай он. Он пишет обязательно. 14 июля. Вот он пишет. Пожалуйста, дайте совет со своего личного опыта, как мне более оптимально выйти из голода, с учетом того, что вы уже несколько знаете меня. Первое. Можно ли сразу в первый день приема пищи выпить кефир, плюс яблоко, плюс морковь, плюс имбирь, плюс мед, плюс чернослив, курага после блендера? Или лучше начать с травяного чая, с медом? Так кефир лучше использовать с меньшей жирностью, или наоборот обычной? С какого времени можно применять зиру и тминь? Какие каши и так далее, и так далее. Короче, понимаете, мне надо было... Не хочу сказать, что вот схитрить, обмануть Эдуард. Мне надо было вот так поступить, чтобы не обидел его, никак бы не принизил, никак-то не зацепил, а побудить его это делать дальше. И вот я ему отвечаю так. Слишком много вопросов, ненужных. Важно все делать последовательно. Выходить на кефире обычно. Просто кваша в стакан, чайная ложка меда. Можно в прикуску первые два дня. Если захотится пить, вторую чай прихлюбит. И более ничего, никаких процедур. Постарайтесь в день выпивать не более 4 стаканов кефира. Особенно в первые. Можно ли... Можно по полстакана часика через полтора друг от друга. Он говорит, понял, спасибо, спасибо за информацию. Это все у нас с 14-го. Я ему советую, почитайте книжку, сохраняйте спокойствие. А главное, сдерживайтесь в еде. С третьего дня добавьте утром кефирчик и так далее. А вот вибрационный иерат. Это надо постепенно включить пищеварение. То есть вот это я пишу, 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 пишу. А сам думаю, ну как же, как же заставить Эдуарда еще продлить голодание. Но это еще мало, мало это еще. Он пишет, я вас понял. И наконец-таки вот смотрите, 14 июля это 10-й день голодания. Вот он описывает, что он там вес 65 килограмм, 500 грамм, минус 500 грамм за сутки. Спал хорошо, ночью кратковременный тянущий дискомфорт от стоп до колен обеих ног. Энергии с утра достаточно. Запомним, 10 дней он от голода. Так, из-под верхних коронок зубов идет кровь с гноем. Вот только-только создались условия. Организм за эти 10 дней создал условия для того, чтобы начать выковыривать вот эту вот всю бяку, каку, которая была. То есть, видите, ни гноя, ничего не было из-под коронок. А там была патология, которая... И вот только сейчас она начала отходить. Так, с утра тяжесть в области печени. Печень, бедняжка, забита, вот эта медуза ее сосет, как это. Далее, значит, клизма, первая часть, светло-коричневые нити, лохмотья, небольшие сгустки черной слизи, плюс прозрачная стекловенная слизь, плюс золотистая слизь, сгустки слизи, с желтой оттенком, как обычно. Слизи в общем количестве меньше. Энергии днем нормально. Кратковина тяжесть в левом боку. И там идет сода ванночка для стоп. Вот наружно можно это использовать. Так, 10 дней, 10 дней. Смотрим. Язык. Утро и вечер. Белый. Ага, последний выброс. Вот мы его немножечко разглядим. Последний выброс. Ну, видите, видите, какой-то этот самый, водоросли тут. Какие-то водоросли. Ёма-то, ёс. То есть, сейчас только начинается таки. Загустели эти водоросли. Вот. Та-ра-та-та-та-та. Видео все выходит, отходит. Так, утром ноги. Да, ноги-то отлично их уже тут. И вот я пишу 14 июля Эдуарду. Вот такое, знаете, побуждающее письмо. Вот только, судя по вашим описаниям, началась подлинная работа голода. Началось рассасывание, закапсулированное под зубами. А значит, и в гландах прорвет. То есть, что мы и пытаемся сделать. Мы пытаемся разблокировать гланды. Мы пытаемся оттуда всё вывести, что оттуда вот вросло и не хочет никак оттуда выходить. Боль слева и справа обнаружила себя вражина. И там её организм стал доставать и выгонять. То есть, боли просто так не бывает. Видите, как я так комментирую. Что сказать? Можно и на этом голод прекратить. Хорошая работа. Но если ещё собрать волю в кулак и продолжить не 5-7, а лучше 10. Ай, как это необходимо. Будет тяжело. Силы направлены уже не на очищение, а на борьбу с первопричиной. В виде гноя и мути отойдёт масса болезнетворно. Все гноники должны вскрыться. А до этого ещё не вскрылись. А это огромное дело для здоровья. Можно отголодать фракционно. Смотрите в книге. Первая фракция 15 дней. Столько же. Восстановление на кефире. Смесь овощных. Затем вторая дней 15. И восстановление и так ещё 2 раза. В итоге полное голодание. И существенное избавление всего, что жило. А так выход. 2 месяца отдыха с применением того, что было ранее. И можно вновь на десяточку пойти голодание. Месяца через 3 повторить не спеша. Но верно. Возможно, этот вариант лучше, раз вы никогда не голодали и не выходили. Нет опыта. Он будет медленным, но без экстрима. Спрашиваю, вы работаете? Так, он пишет. В понедельник надо выходить на работу. Опыта действительно пока маловато. Больше 36 часов не голодал. И сразу же смотрите. 10 суток. То, что пошла настоящая работа. Чувствую. Теперь понимаю, что голодание это сила. Вот, наконец-то. Не все так просто. Все идет поэтапно. И человек вот на своем собственном опыте начинает это осознавать. Вот первые 10 дней голода мы с вами разобрали. За которые только в организме создались условия по подлинному исцелению. То есть мы взяли эту патологию за жабры. А до этого так только, знаете, то, сё, пятое, десятое разминивались.